В связи с проведением работ на сетях теплоснабжения муниципального предприятия инженерная служба отключены от горячего водоснабжения дома по улице Вятской 14, 18, 20 и улице Рыльской 3, 3А, 24А, 24Б, 44, сообщает в телеграм-канале промышленного района. Планируемый срок завершения работ 18 июля. Чтобы снизить вероятность передачи вируса и существенно уменьшить риск возникновения заболеваний, необходимо своевременно прививаться и ревакцинироваться, информируют в телеграм-канале Октябрьского района. В Самаре до сих пор работают круглосуточные прививочные пункты. Вакцинироваться от COVID-19 можно в поликлинике номер 4 на Челюскинцев 1, а также в поликлинике номер 10. С 8 утра до 8 вечера прививку можно сделать в поликлиническом отделении учреждения по улице Медицинской 8, а после 20 в травматологическом пункте по Медицинской 4. Своевременно выплачивать налоги рекомендуют в телеграм-канале Куйбышевского района Самары и рассказывают о последствиях, с которыми могут столкнуться горожане, если не сделают это вовремя. С тех, кто уклоняется от выплат, вначале потребуют пени, затем вынесут требования с предложением добровольно погасить задолженность. Если оно не будет выполнено, на нарушителей могут подать в суд. За ним последует исполнительное производство и арест имущества. Узнать и оплатить задолженность можно на сайте Федеральной налоговой службы. В детском оздоровительном лагере Волжский Артек состоялось долгожданное событие «Родительский день», рассказывают в телеграм-канале Департамента опеки, подключительства и социальной поддержки. Дети показали родителям условия проживания, продемонстрировали, как они справляются с бытовыми вопросами и отдыхают. Родительский день, наполненный позитивной энергией, пролетел на одном дыхании, и дети и гости остались довольны.